Достигнет ли подобное занятие своих целей? Эээ, ну, если старшеклассник за пару минут до урока сильно ударится головой, то возможно. Привет, просветители! На прошлой неделе сразу же несколько популярных ютуберов выпустили ролики о новом уроке «Разговоры о важном». Блогеров и журналистов перечислять не буду, а то придется. Это сообщение создано, бла-бла-бла, иноагенты. Захотите, сами найдете. А лучше мой ролик на эту тему посмотрите. Для многих зрителей появление урока пропаганды, а именно так некоторые его окрестили, стало настоящим удивлением. Но если постоянно следить за инициативами Министерства Просвещения, чем мы на этом канале и в моем Телеграме и занимаемся, и лично моего фаворита, господина Кравцова, все становится на свои места. Разговоры о важном именно в таком формате и должны были появиться. Дело в том, что уже достаточно давно чиновники из Министерства Просвещения живут по заветам группы «Виагра». И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому. Поэтому сегодня в видео мы попытаемся с вами разобраться, почему разговоры, скорее всего, не будут работать. Во всяком случае, так, как рассчитывали их создатели. Наверное, с самого появления этого канала я пытался донести одну простую мысль. Весьма, на мой взгляд, важную, кстати. Если подросток понимает, что реальность, окружающая его, не имеет ничего общего с лекциями классного руководителя, грош цена такой лекции. Более того, результат будет прямо противоположный. Когда ты осознаешь, что тебя обманывают и банально проезжают по ушам, ты начинаешь сомневаться во всей информации, которую этот человек пытается до тебя донести. И вот беда. Среди тем разговоров о важном, есть те, по которым школьникам есть что сказать. Нет, я не про скоморохов. Я с этими скоморохами даже в ролик на НТВ попал. Кто такие скоморохи? Жизненный опыт диктует определенные вопросы, на которые в методичках, увы, нет ответов. Потому что эти ответы никого не порадуют. Рассматривается только одна сторона проблемы. Или вообще никакая проблема не озвучивается. Какие такие проблемы? Не дается никакого альтернативного мнения и попросту игнорируется реальность. Давайте для примера возьмем занятие, которое должно пройти 26 сентября. День пожилого человека. И рассмотрим сценарий для одиннадцатиклассников. Хотя, что пятый, что одиннадцатый класс, авторы этих разработок призывают общаться со школьниками, как с дошколятами. В каком случае? Правильный посыл. Мы здесь не употребляем слово пропаганда за этим и на другие каналы. Нет. Могла бы сработать и по факту работает. И не только в рамках уроков, а в принципе в жизни. Хлебнем немножко суровой реальности. Главное не захлебнуться. Нам очень легко поверить в злых чужих. Особенно, если мы с ними никогда не встречались. И также легко посочувствовать тяжелой доле незнакомца. О жизни которых мы тоже ничего не знаем. А вот в стране А мучают котиков, сжигают книги, а еще там налоги девяносто процентов. Детки, кто-нибудь из вас был в стране А? Нет. А значит, шанс, что мы поверим в страдающих котеек, резко повышается. У меня нет никакой другой информации. А тут, вон, ролик красивый показали. Кстати, все эти красивые ролики и разработки для разговоров о важном обошлись в стране в 22 миллиона рублей. А вот если та же Глюка Андреевна начинает, заламывая руки, рассказывать об играх, превращающих людей в монстров, мы на нее посмотрим, как на не самого адекватного человека. Потому что я играю, мой сосед по парте играет. Поздоровайтесь с Сережей. А еще Маша, Паша, Глаша. И никто из нас никому отрывать голову не планирует. Пока что. Мой жизненный опыт идет вразрез с тем, что я слышу на уроке. И сюрприз-сюрприз, прислушиваться я буду именно к себе. А вот на родительском собрании та же самая миниатюра «Дети и игры» вызовет гораздо больше одобрения, потому что в аудитории меньше геймеров. Все логично. Пока что. А если эту лекцию отрядом Путина прочитать, там вообще все в восторге останутся. Так что опыт зрителей решает. И если бы в разговорах о важном рассуждали, как несчастные пенсионеры, к примеру, в Норвегии. Уже этой зимой будут замерзать без российского газа и буквально сжигать стулья, чтобы хоть как-то согреться. Кто-нибудь бы в это да поверил. Во-первых, я не был в Норвегии и знать не знаю, что там с пенсионерами. Во-вторых, а у них есть свой газ? В-третьих, вот и ролик с несчастной норвежской бабулькой. Выглядит вполне реально. Но на разговорах обсуждать будут не норвежских бабулек, а российских пенсионеров. И все, что услышит старшеклассник, а то и студент колледжа, страна всеми силами поддерживает стариков. Как вы думаете, сколько раз на занятии прозвучит слово пенсия? Правильно, ноль. На серьезной беседе. С по факту уже взрослыми людьми. Через год они голосовать будут, а некоторые уже могут. С острыми вопросами и актуальными проблемами ни разу не вспомнят, как с финансовой точки зрения живут российские пенсионеры. Ни разу. Зато о тепле бабушкиных рук, добрых глазах дедушки, заботливом государстве. Последнее особенно важно. Говорить будут целый урок. И я сейчас не про руки и глаза, а про государство. И вот тут-то и наступает нежданчик для авторов этого розового киселя. Я правда не знаю, какую-то страну розовых пони назвать. Одиннадцатиклассники живут не в безвоздушном пространстве. И, черт побери, они находятся в России. А еще некоторые, о боже, общаются со своими бабушками и дедушками. Это, конечно, мы не предусмотрели. Все информационное пространство, так или иначе связанное с пенсионерами, буквально забито двумя мыслями. Старики просто выживают, и пенсия мизерная. И убедиться в этом старшеклассник может на конкретном примере своей же бабушки. Будем рассчитывать, что бабушки у него нет. Я не вчера родился, и отлично понимаю, для чего разговоры о важном вели. Патриотическое воспитание, все дела. Но если бы во всем этом... А вы разговариваете со своими бабушками? О скоморохах. А вы знаете, сколько у них возможностей в современной России? У скоморохов? А некоторые народы нашей страны сажают своих стариков во главе стола. Представьте себе. Умеете. Могете просто. И вот если бы среди всего этого прозвучала хотя бы одна фраза об очевидных финансовых трудностях пенсионеров, и пускай даже сразу же после этого добавят, но государство, конечно, над этим работает. Над столом для пенсионеров. Пенсии индексируются. Депутаты буквально голову ломают. Вся остальная информация воспринималась бы по-другому. Она бы в разы больше доверия вызывала. Потому что, прочитав этот поток Елея, мне аж самому захотелось пенсионером в России стать. Ну потому что они настолько круто живут, такое количество перед ними распахнутых дверей, что я аж реально завидую. Лайк что ли поставьте, чтобы хоть немного этот огонь погасить. Пшшш. Забавно, что среди всех этих вопросов а какие традиции связаны с вашей бабушкой? А как называется инициатива мэра Москвы? Не нашлось места информации о пенсионном возрасте. Даже не знаю почему. Возможно, среди всего этого благолепия рассказ о повышении этого самого возраста смотрелся бы как-то не очень патриотично. В Российской Федерации повышение качества жизни пожилых людей является одним из приоритетных направлений государственной политики. В разных регионах страны реализуются образовательные программы для людей почтенного возраста. Например, в некоторых регионах пенсионерам раздают просрочку. Как раз на днях. Вот это видео завирусилось. Благодаря поддержке государства люди в зрелом возрасте имеют возможность наслаждаться полноценной жизнью, открыть в себе новые таланты и даже начать жизнь заново. Вы думали, вы что только что наблюдали? Это просто новые таланты и полноценная жизнь. Тут тебе и прогулка на свежем воздухе, и физическая активность, и тренировка скоростных качеств, ловкости, общение опять же, огонек в глазах. Я не говорю, что на уроках должны показывать эти видосы. Хотя, возможно, было бы и неплохо. Просто когда подобные сюжеты набирают миллионы просмотров, а на важном разговоре о пенсионерах мы говорим только о позитиве, а о чем еще? Ваш разговор и превращается в пропаганду. Мы здесь не употребляем слово пропаганда, за этим и на другие каналы. Черт не удержался. Потому что никакой второй стороны у него и нет. Просто представьте две темы на уроках литературы. Образ Наташи Ростовой и почему Наташа Ростова мой любимый персонаж. При этом учеников даже не спрашивают, нравится ли им Наташа Ростова. Наша сегодняшняя тема Наташа Ростова мой любимый персонаж. Или Наташа Ростова главная героиня русской литературы. Или лучшая героиня. Вот разницу чувствуете? Мы обсуждаем героя с разных сторон. Мы можем по-разному к нему относиться. И меня заставляют восхищаться персонажем и говорить, что я его люблю. Уважение к старшим является одной из важнейших традиций и незыблемых ценностей российского общества. В нашей стране уделяется большое внимание социальной поддержке людей почтенного возраста, повышению качества их жизни, развитию духовного потенциала и укреплению здоровья. Это просто великолепно, что все выпускники нашей огромной страны должны слушать, как здорово живется московским пенсионерам. Некоторым. В столице нашей родины успешно развивается проект мэра Москвы для активных москвичей старшего поколения «Московское долголетие». Это крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект, включающий более 30 направлений активности для пожилых людей в каждом районе столицы и онлайн. Что сказано о других регионах нашей страны? Ни-че-го. Хотя обманываю, в Татарстане вот предков уважают. Это же можно к социальным проектам отнести? Конечно же не может разговор о важном обойтись без рефлексии. Куда же без нее, родимый? Из услышанного мне больше всего понравилось полное отсутствие пенсий. Судя по тому, что мы сегодня обсуждали, их в России попросту не существует. Шутка-минутка. После занятия я обязательно сделаю капитальную перестановку в комнате бабушки. А то мне что-то кажется, что это старая корга, тайная миллионерша. Для нее все страна делает. Где бабло? Меня побуждает к размышлению то, что часть населения нашей страны живет в какой-то своей реальности. Без проблем, но зато с новыми интересами и огоньком в глазах. Ну или вы нам что-то не договариваете. Естественно, нельзя обойтись и без домашнего задания. Бабулю обнять? Какие возможности для достойной и счастливой жизни людей преклонного возраста есть в вашем регионе? Подготовьте презентацию об этом. Где моя презентация? Так вот же она. Все возможности перечислены сверху вниз. Надеюсь, вам шрифт понравился. Достигнет ли подобное занятие своих целей? Ну, если старшеклассник за пару минут до урока сильно ударится головой, то возможно. В другом случае, если бы мне такую сказку дядюшки Римуса в одиннадцатом классе выкатили, мне было бы что сказать. И что-то мне подсказывает я такой не один. Хотя, возможно, я просто жертва западной пропаганды и подставных видосов. А на самом деле все российские пенсионеры в Турции отдыхают. Но мы же с вами хорошие педагоги. Мы же призываем старшеклассников с фейками бороться. Опираться только на проверенные источники. Вот, например, статья РБК. Они же не иноагенты? Еще. Бедность важный фактор при оценке благополучия старшего поколения, отмечают авторы исследования. В своем отчете они указывают, что в 2019 году 0,7% пенсионеров России денег не хватало даже на еду. Меньше 1%. Статистическая погрешность. Зачем этим старшеклассникам голову забивать? А с учетом тех, кто не в состоянии купить одежду или оплатить услуги ЖКХ, доля бедняков среди российских пенсионеров увеличилась до 18%. Ну, ладно. Каждый пятый пенсионер не может купить себе одежду. Но скажите, к чему эта чернуха? Лучше про теплоту бабушкиных рук рассказать и открытые двери, возможности. Возможно, в этом месяце ты оденешься, в следующем, возможно, за квартиру заплатишь. Давайте еще раз повторим. В нашей стране уделяется большое внимание социальной поддержке людей почтенного возраста, повышению качества их жизни, развитию духовного потенциала и укреплению здоровья. Видите, тут главное, как посмотреть. Согласно оценкам проекта, больше всего бедняков среди пожилых людей в Башкирии 47%, Саратовской 44%, Томской 38%, Брянской 38%, Омской 36% и Рязанской 36% областях. Ну что, школьники из Башкирии, не забудьте подготовить презентацию, почему каждый второй пенсионер у нас за чертой бедности. А, не эта тема. А вот теперь без шуток. Просто подумайте, это не какое-то непонятное видео с бедняками. Нищие есть везде. А если это западная постанова? А если вырвана из контекста? Например, администрация города проводила конкурсы о мусорке. Вы об этом не подумали? Каждый второй пенсионер Саратовской области за чертой бедности. А мы их внукам рассказываем про мамины глаза. Бабушкины, то есть. Не, никаких противоречий. Пять баллов. Продолжаем. Вот такие разговоры о пенсионерах ждут 11-классников уже в конце этого сентября. А если вы хотите поддержать меня, то обязательно поставьте лайк этому видео. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграмм. Там всегда самые интересные и огненные новости из мира образования. А я встречусь с вами уже на следующей неделе. В понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok